Летательные объекты Техногенный вид Американцев всегда интересовало техномагическое наследие Германии В этом никакого сомнения быть не может И вдруг происходит нечто необъяснимое Экспедиция, рассчитанная на полгода Уже через два месяца спешно сворачивается и покидает берега Антарктиды Это настоящее бегство Начало 1947 года Очередная экспедиция легендарного американского полярника Ричарда Берда Подошла к берегам Антарктиды Очень странная экспедиция В отличие от первых трех она полностью финансируется военно-морскими силами США И имеет военное название Операция «Хайджамп» Высокий прыжок Подчинение адмирала Берда Мощная военно-морская группировка Авианосец 12 надводных кораблей Подводная лодка Более двух десятков самолетов и вертолетов Около пяти тысяч человек персонала Согласитесь Странный состав Для научной экспедиции 2 декабря 1946 года Перед выходом эскадры в антарктический поход Адмирал Берт На встрече с прессой заметил Моя экспедиция имеет военный характер О подробностях он не сказал ни слова В конце января 1947 года Началась авиаразведка антарктического континента В районе земли Королевы Мод Все идет по плану За первой неделе Сделаны десятки тысяч аэрофотоснимков И вдруг происходит нечто загадочное Экспедиция, рассчитанная на полгода Уже через два месяца Спешно сворачивается И покидает берега Антарктиды Это настоящее бегство Потеряны сминец Почти половина палубной авиации Десятки матросов и офицеров Членом чрезвычайной следственной комиссии Конгресса США Адмирал Бёрд заявил буквально следующее В случае новой войны Америка может подвергнуться атаке врага Обладающего способностью летать С одного полюса на другой С невероятной скоростью Кто поверг в бегство американскую эскадру За полтора года до экспедиции адмирала Бёрда Летом 1945-го в аргентинский порт Мар-дель-Плата Вошли и сдались властям Две немецкие подводные лодки Необычные лодки Лодки из состава так называемого конвоя фюрера Это сверхсекретное соединение Выполняло задачи, подробности которых До сих пор остаются в глубокой тайне Экипажи подлодок показания давали неохотно И все-таки американцам удалось кое-что узнать Так командир У-530 рассказал о своем участии в операции под кодовым названием «Валькирия-2» За три недели до конца войны подводная лодка У-530 вышла из Киля и взяла курс на Антарктиду На борту подводной лодки находились пассажиры, лица которых были закрыты повязками А также реликвии Третьего рейха Командир другой лодки У-977 Хайнц Шефер показал, что немного позднее повторил этот же маршрут Выяснилось также, что немецкие подлодки неоднократно ходили в Антарктиду Но почему именно туда? Антарктида В 1820 году ее открыли русские мореплаватели Беллинсгаузен и Лазарев С тех пор этот загадочный континент по площади, превышающей Европу, как магнитом притягивает к себе исследователей Однако отвесные, высотой в десятки метров ледяные берега, долгое время делают материк неприступным Еще целое столетие об Антарктиде почти ничего не известно На карты нанесены лишь береговые линии И вдруг к далекому и бесполезному ледяному континенту проявляет непонятный интерес Германия На изучение Антарктиды выделены огромные средства В конце 30-х годов организованы две научно-исследовательские экспедиции И это перед войной готовые разродиться со дня на день С января 1939 года два самолета Пассат и Борей, которые с помощью катапульт взлетают с борта Швабии Начинают разведку земли Королевы Мот За три недели летчики Люфтваффе с помощью металлических вымпелов со знаком свастики Застолбили за Третьим Рейхом территорию величиной с Германию Она получила название Новая Швабия В апреле 1939 года командир экспедиции, опытный полярный капитан Альфред Ритчер рапортует Я выполнил миссию, возложенную на меня маршалом Герингом Впервые германские самолеты пролетели над Антарктическим континентом Каждые 25 километров наши самолеты сбрасывали в импелы Мы покрыли зону приблизительно в 600 тысяч квадратных километров Из них 350 тысяч были сфотографированы Воздушные осы Геринга сделали свое дело Загадочную эстафету принимают морские волки фюрера подводных лодок адмирала Карла Денеца За три девять земель к берегам ледяной Антарктиды скрытно направляются немецкие субмарины А через некоторое время Денец роняет странную фразу Мои подводники обнаружили настоящий земной рай В 1943 году, в разгар войны с Россией, гросс-адмирал Денец произносит еще одну не менее загадочную фразу Подводный флот Германии может гордиться, что на другом конце света он создал неприступную крепость для фюрера Тогда главнокомандующего военно-морским флотом Германии понимал очень узкий круг лиц Сегодня мы можем предположить, что имел в виду гросс-адмирал Не так давно в Антарктиде под километровым слоем льда обнаружены огромные озера Температура воды в них плюс 18 градусов Над поверхностью воды находятся куполообразные своды, заполненные теплым воздухом Не исключено, что из этих озер, постоянно подогреваемых снизу, в океан вытекают настоящие реки теплой воды За тысячи лет они могли создать подо льдом и под землей огромные туннели, вполне пригодные для устройства тайных баз Со стороны океана, поднырнув под прибрежными льдами, туда может спокойно зайти любая подводная лодка Вот вам и готовая база, без штормов и полярных холодов Абсолютно скрытая от постороннего глаза, вне досягаемости для любого противника Если бы немцы решили разместить какие-то секретные базы создать Или секретные зоны, которые как бы имели статус экстратериальности То полярные зоны, в том числе Антарктида, была совершенно естественным районом нахождения подобного рода баз или анклавов Судя по обнаруженным документам и воспоминаниям участников событий Нацисты на самом деле создавали в Антарктиде сверхсекретную базу Она носила кодовое название «База-211» Уже с начала 1939 года между Антарктидой и Германией начинаются регулярные рейсы Специально переоборудованного исследовательского судна Швабия На землю королевы мод перевозится горнопроходческое оборудование и другая техника В том числе рельсовые дороги, вагонетки и огромные фрезы для проходки тоннелей Туда же прибывают ученые, инженеры, высококвалифицированные рабочие Для чего Германии была нужна столь удаленная база? Предположения высказываются разные Одни полагают, что с ее помощью немцы хотели контролировать южные моря Другие считают, что в Германию привлекали полезные ископаемые Антарктиды Особенно уран, без которого невозможно создание сверхоружия А кто-то утверждает, что на случай проигрыша в войне В Антарктиде готовилось убежище для элиты Третьего Рейха И что якобы уже с 1942 года в новую Швабию началась переброска ее будущих жителей Не только ученых и специалистов, но и представителей нацистской партии и государства И что туда же из Германии переносятся некие секретные производства После войны американцы, активно вербовавшие немецких ученых для работы в Соединенных Штатах С удивлением обнаружили, что тысячи высококвалифицированных специалистов Третьего Рейха Бесследно исчезли Исчезло и более сотни подводных лодок Среди погибших они не числились Возможно, американская разведка действительно располагала какими-то сведениями О том, что часть какого-то наследия, технического потенциала, ученые Действительно была вывезена из Германии И естественно, что антарктические полярные зоны Оказывались в поле зрения и внимания А тут еще показания немецких подводников, сдавшихся аргентинским властям По всей видимости, все это чрезвычайно встревожило американцев И в конце 1946 года знаменитый полярник и одновременно адмирал Американских военно-морских сил Ричард Берт получает приказ Уничтожить нацистскую базу в Антарктиде Но не тут-то было Отпор, который получила американская эскадра, до сих пор вызывает массу вопросов Дело в том, что в Вашингтоне адмирал Берт докладывал не просто об истребителях С немыслимыми возможностями Он говорил о нападении на экспедицию странных летающих тарелок Которые выныривали из-под воды и, двигаясь с огромной скоростью Нанесли экспедиции значительный урон Вот как описывает этот бой, который произошел 26 февраля 1947 года Другой его очевидец Участник экспедиции, опытный военный летчик Джон Сайрсон Они выскакивали из-под воды, как угорелые И проскальзывали буквально между мачтами кораблей с такой скоростью Что потоками возмущенного воздуха рвало радиоантенны Несколько корсаров успели взлететь с Касабланки Я не успел и глазом моргнуть, как два из них, сраженные какими-то неведомыми лучами Брызнувшими из носовых частей этих летающих тарелок Зарылись в воду возле кораблей Я в это время находился на палубе Касабланки Я ничего не понимал Эти предметы не издавали ни единого звука Они безмолвно носились между кораблями И беспрерывно плевались убийственным огнем Внезапный эсминец Мердок, находившийся от нас в десяти кабельтовых Полыхнул ярким пламенем и стал тонуть С других кораблей, несмотря на опасность Немедленно были посланы к месту катастрофы Спасательные шлюпки и катера Весь кошмар продолжался около 20 минут Когда летающие тарелки снова нырнули под воду Мы стали подсчитывать потери Они были ужасающими Кто был хозяином этих тарелок? Неужели нацистская Германия? В послевоенные годы в секретных нацистских архивах Были обнаружены интригующие фотографии и чертежи Они недвусмысленно свидетельствуют Что немецкие ученые действительно занимались разработкой Дискообразных летательных аппаратов Ничего подобного в мире тогда не было Как удалось нацистским ученым и инженерам совершить такой технологический рывок? Декабрь 1919 года Члены тайного общества Тулли Предшественника АННРБ Собираются в предгорье Халь В доме Лесничева вблизи Бергтесгадена Среди избранных два опытных медиума Контактера, как мы назвали бы их сегодня Один из них скрывается под мистическим именем Зигрум Другой Мария Орзич из Загреба Она рассказывает странные вещи В состоянии транса она получила от цивилизации созвездия Тельца Удивительную техническую информацию Сообщение никого не шокирует Более того, вызывает огромный интерес Ведь речь идет о конструкции необычного летательного аппарата Которая к тому же позволяет изменять вокруг себя ход времени А это шаг к мечте тайного общества Машине времени, которая позволит проникать вглубь истории И получать знания древних высоких цивилизаций Перед нами рисунок летательного аппарата потустороннего мира С подписью известного немецкого ученого и изобретателя Виктора Шаубергера Полученные знания передаются ведущим ученым Для перевода на понятный конструктором инженерный язык 1922 году построена первая модель Аппарат имеет три параллельно расположенных диска При работе нижний и верхний диск вращаются в противоположном направлении Создавая очень сильное поле и эффект антигравитации Если верить свидетельствам, эта конструкция не только парила в воздухе, но и изменяла вокруг себя структуру времени Есть мнение, что именно этот техномагический аппарат стал прообразом будущих летательных дисков на неклассических принципах полета Разработкой этих супердисков занялись специальные технологические подразделения СС, связанные с ННРБ Две основные идеи доминировали сознание высшего руководства нацистской Германии Первая – это идея создания сверхчеловека Второй очень важный аспект – это овладение техномагическими энергиями Сюда следует отнести не только возможности овладения ядерной энергией, но, безусловно, и аппаратами, дискообразными летающими аппаратами То есть создание принципиально новой виды летательной техники Поиск идей идет во всех направлениях В них участвуют не только медиумы и инженеры, но и историки Еще до войны из экспедиции ННРБ в Германию доставлены сотни старинных пергаментов на санскрите, древнекитайском, других восточных языках Они подвергнуты самому тщательному изучению Вернер фон Браун, создатель первых самолетов-ракетов в будущем и космической техники, впоследствии отмолвится Мы многое подчеркнули для себя в этих бумагах Результаты экспедиции докладываются лично Гитлеру Некоторые из них настолько вдохновляют вождя Третьего Рейха Что мысли о сверхоружии и межзвездных полетах не покидают его до конца войны Конструкторы стараются Но знать принцип вращения супердисков и создания антигравитации мало Нужны двигатели, а их нет Технология безнадежно отстает от перспективных идей В июле 1934 года Гитлер и верхушка тайных обществ Тулли и Врил приглашают для сотрудничества изобретателя Виктора Шаубергера Его легендарный взрывной двигатель способен вырабатывать свет, тепло и приводить в движение механизмы, используя лишь воздух и воду От изобретателя требуется одно – создать двигатель специально для летающих дисков Согласие получено И через пять лет, в 1939 году, в воздух поднимается опытный образец диска Врил с двигателем Шаубергера Сохранилась редкая фотография испытательного полета этого диска с зимней маскировочной раскраской Эти неопознанные летательные объекты имеют вид не просто шаров или светящихся каких-то туманных областей А довольно четкий техногенный вид Американцев всегда интересовало техномагическое наследие Германии В этом никакого сомнения быть не может Субтитры создавал DimaTorzok